Здравствуйте! Эфир телеканала СКАД продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Напомню, с таким предложением к президенту обратилась глава Аперштаба по борьбе с коронавирусом в России Татьяна Голикова. При этом для ряда регионов, где эпидобстановка хуже всего, предлагают сделать нерабочие дни уже с субботы 23 октября. Стоит отметить, в стране продолжается расти заболеваемость COVID-19. За последние сутки выявили 33 740 новых случаев заражения. При этом отмечено, эпидпроцесс в субъектах протекает по-разному. Так, самая напряженная ситуация, по словам экспертов, наблюдается в шести регионах. Это Удмуртия, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Тюменская область, Ивановская область и Татарстан. Также Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель. А для тех работников, кто только собирается привиться, предоставить два выходных для вакцинации от коронавируса. В Самарской области планируют увеличить коечный фонд для больных коронавирусом. Областной Минздрав прорабатывает возможность увеличить госпитальный фонд для лечения больных COVID-19 до 10 тысяч мест. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба рассказал глава ведомства Армен Бинян. По словам министра, сейчас стационарное звено насчитывает 31 госпиталь. Это 7 749 койко-мест. Из них 129 было развернуто на прошлой неделе. В ближайшие дни начнется подготовка еще 250 коек. За счет Челновершинской, Кошкинской, Центральных районных больниц и роддома Баныкина в Тольятти. Транспортные карты самарцев, у которых есть медотвод на вакцинацию, разблокируют. Речь идет о жителях старше 65 лет. В ближайшее время в поликлиниках начнут работать врачебные комиссии, которые смогут подтвердить временные противопоказания для вакцинации. После того, как медотвод подтвердится, транспортную карту жители региона разблокируют. Медучреждения будут передавать данные в Министерство социально-демографической и семейной политики. А уже после сведений направят компанию-оператору транспортных карт. К 1 ноября в регионе намерены вакцинировать порядка 80% студентов вузов. Причиной отказа может быть только медотвод от прививки, подтвержденной врачебной комиссией. Стоит отметить, это касается лишь совершеннолетних студентов. Вопрос вакцинации обсудили на Совете ректоров вузов региона. По итогам появилось постановление, в котором всем ректорам поручили организовать процесс вакцинации всех учащихся. В регионе подтвердили еще 921 случаи заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре – 360 человек. 167 в Тольятти, 43 в Новокуйбышевске. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 118 915 случаев COVID-19. Накануне из медучреждений выписали 220 человек. Выросли число тех, кто так не смог побороть опасную болезнь. Жертвами ковида за все время наблюдений стали 4 318 человек, в том числе 17 только за последние сутки. Самарские фитнес-клубы начали пускать посетителей только по QR-кодам. Напомню, это обусловлено сложной эпидемической обстановкой. Кроме того, действуют другие санитарные нормы, такие как строгое соблюдение социальной дистанции, масочный режим и ограничение по заполняемости. В регионе может появиться специальное медицинское такси. Сейчас обсуждается вопрос создания службы доставки пациента с подозрением на COVID-19. Это позволит разгрузить службы скорой помощи. Отмечено, для реализации этого проекта потребуется дополнительное финансирование из областного бюджета. Жители сразу шести домов по улице Садовой до сих пор остаются без отопления. Говорят, проблема повторяется из года в год, но кардинальных мер никто не предпринимает. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот, натекает крыша. Как только дождь, все это на пол, тазы. У брата в той комнате то же самое. Ледяные батареи. В квартире холод и сырость. Крыша течет, а батареи до сих пор ледяные, жалуются жители. Говорят, отопление дали в конце сентября, на два дня. И на этом все. Куда только не звонили. На горячую линию, в департамент ЖКХ, в жилсервис, в ПТС. ПТС говорит, у нас все включено. Жилсервис говорит, мы занимаемся только содержанием. Жилсервис вообще ничем не занимается. Вот, отопления нету. Порыв и никто не делает. Когда я позвонила на горячую линию, я прям рыдала. Я до такой степени рыдала. Я долго рыдала. И он говорит, а вы знаете, а ваш порыв в моих списках не числится. По мнению жильцов, прорыв случился где-то в этом месте. Говорят, ситуация повторяется из года в год. Но на этот раз коммунальщики откровенно бездействуют. На этом месте, видите, асфальт шикарный, потому что его каждый год кладут и каждый год здесь рвется. Как итог, без отопления остались как минимум шесть домов. Люди спасаются кто как может. У меня самый главный обогреватель – это бутылки с водой. Раз, раз, и все на ночь хватает. А утром, а днем уже шевелишься, уже жизнь прекрасна. Ну, обидно, что так унижают нас с этим теплом. Мы же каждый месяц, я лично плачу, каждый месяц, круглый год около двух тысяч. В этих домах без отопления живут преимущественно пожилые люди. По словам жильцов, они обошли всевозможные инстанции. Но ситуация не меняется. А ведь впереди похолодание. Мы ходим по городу, по нашему району. И везде, где разрыто, там никто не работает. Неделями. И еще, когда мы ходили к нашему начальнику, по этим теплосетям, он сказал, у меня 170 порывов. Им я только отремонтировала, ну мы там, за выходные только два порыва. То есть нам ждать этого тепла, ну до морковки, на цветение. Короче, до следующей зимы мы не дождемся, если у них 170 порывов. Жители просят подключиться к решению вопроса районную администрацию и, наконец, решить проблему отопления. Ексер Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. По тенью русского балета в Самарском оперном театре с 22 по 31 октября пройдет фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Ежегодный фестиваль становится памятным форумом, который собирает на одной сцене лучших российских артистов этого направления. В этом году для самарского зрителя в рамках фестиваля выступят солисты Мариинского и Большого театра. В программе два балетных спектакля и три гала-концерта. Каждый из них посвящен имени одного из мастеров, который внес свой вклад в развитие балетного искусства. Организаторы подготовили для зрителей множество сюрпризов. В этом году фестиваль будет по-своему уникальным. Мы показываем три гала-концерта. На моей памяти это первый такой фестиваль, где гала-концертов больше, чем балетных спектаклей. У нас будет два балета и три гала-концерта. Каждый из этих гала-концертов посвящен имени одного из мастеров, которые оставили свой след в том числе и в театре Самарском, Куйбышевском театре оперы и балета. Там будут впервые представлены новые уникальные вещи, которые я реконструировал специально для труппы Самарского театра оперы и балета. Это будет единственная сохранившаяся сцена танца часов из оперы Джоконда Панкейли, которая очень редко где идет, не только в нашей стране, но и в мире, тем более. Вы увидите и самарскую публику увидят впервые. Это будет единственная сохранившаяся дивертисмент из оперы, связанная с множеством Петипа. И будет два больших фрагмента из грядущей премьеры театра, премьеры следующего сезона. Это два больших фрагмента из балета Раймонда. Это такой большой фундаментальный балет конца 19 века. Этот фестиваль позволяет говорить о Самаре как о важной точке на культурной карте России, именно в области балета. Он позволяет самарской публике увидеть лучших исполнителей и танцоров. Он позволяет собственным танцорам и труппе Самарского академического театра и балета повзаимодействовать и поработать с интересными коллегами со всей страны. Я очень рада, что несмотря на все ограничения, несмотря на пандемию, в этот год фестиваль состоится. Можно сказать, даже немножко вопреки всему. Важно отметить, зрителей просят быть внимательнее. Посетить спектакли можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В Самарской области уже в среду 20 октября синоптики прогнозируют первый снег. Будет облачная с прояснениями погода, возможные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8. Ночью плюс 2, минус 3. В четверг столбики термометра покажут плюс 4, плюс 9. А в пятницу будет еще теплее плюс 9, плюс 14. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите и читайте наши новости на странице в Инстаграм. На вашем экране QR-код. Сканируйте в его камеру приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова